Сила власти заключается не только в способности взять на себя ответственность за все, но и в готовности воспринимать критику и с уважением относиться к оппонентам. С последним пунктом в Кыргызстане всегда были проблемы. Неугодных и самых громких критиков прежнее руководство страны предпочитало отправлять в места не столь отдаленные. По оценке экспертов, по состоянию на сентябрь 2020 года в стране было 13 политзаключенных. Но уже через месяц ситуация изменилась. После октябрьских событий они вышли на свободу, а новый президент Садыр Джапаров дал всем совершенно точно понять, политических узников больше не будет. Раньше кого посадить, решал президент. Сейчас политический строй в стране изменился. Работает новая конституция. Я не решаю такие вопросы. Вижу сообщения в интернете, что кого-то задержали. Звоню и узнаю, почему задержали. На этом все. Почему ГКНБ и МВД не должны работать? Почему, если люди призывают к чему-то незаконному, их нельзя арестовать или допрашивать? Многие эксперты отмечают, специфика оппозиции Кыргызстана заключается в том, что задержание за любое нарушение воспринимается как политическое гонение. Ну, поэтому, знаете, конечно, это оппозиция. Я тоже был когда-то оппозиционно настроенным правозащитником в свое время. Это природа оппозиции такова. Природа такова. Надо признаться. А не зная, а не зная, мы когда-то начинали кричать, грубо говоря, односторонно делая соответствующие выводы. То, что такая сейчас тоже оппозиция в односторонном порядке, обвиняет некоторых политических деятелей или возвышает их, что якобы власть преследует и тому подобное. Арест политического деятеля в нашей стране всегда воспринимался как наказание за иные идеологические взгляды. Однако, по мнению экспертов, новая власть от практики отошла. Есть подозрение, какой-то час общественности, что это толкает мысль, что может быть это похоже политическим гонением. Так как были задержаны или арестованы политические некоторые деятели, Тенешмолдагматов, Ченбеков, потом Калмаматов, Курсанасанов. И вот после этого, конечно, некоторые сейчас население, общественности, некоторые стали думать, якобы это политическое гонение. А вот то, что теперь их освободили, я имею в виду, изменили меры пресечения до судебного разбирательства, до решения суда, это уже отпало в это время. Это вот такое утверждение, я думаю, что отпало. То, что Молдагматова, Курсанасанова, Ченбекова под домашний арест, это как раз является тем, что называется гуманным актом, безвидных людей надо освобождать, заканчивать такие тянющиеся уголовные дела, которые обществом считаются как политическое гонение. Поэтому я думаю, что президент сказал, пускай органы правах занимаются на основе закона и законным образом, если нет вины, надо заканчивать дела и освобождать. К слову, в кыргызском законодательстве отсутствует статья «Политическое преступление». Политических узников по нашим кодексам быть не может. Мы должны всегда сразмерять по имеющемуся законодательству. В нашем законодательстве в уголовном кодексе такого термина или статьи, как политические статьи или политические уголовные преступления отсутствуют. Но общественность, она всегда говорит то, что они хотят. Вот по общественным понятиям есть люди, которые посажены по политическим мотивам. Об этом мы читаем, видим по телеканалам. Но уголовного кодекса такого нет. Согласно Конституции, каждый гражданин Кыргызстана имеет право на свободу мысли и мнения. Эта статья и является основным препоном для политических гонений.